Вам когда-нибудь приходилось бывать в зрительном зале театра после спектакля, когда он остаётся пустым и тихим? Как актёр он снял яркие одежды и приходит в себя только что пережитого волнения. Между тем завтра придут актёры, и начнётся самое главное – будничный, ежедневный, нервный труд. Он совсем неизвестен публике. Чему он подчинён этот труд? Чему он служит? Мы задали этот вопрос актрисе Ларисе Окишевой. Её актёрское мастерство позволило создать на сцене целую галерею женских образов классического и современного репертуара. Если задуматься, её труд, как и труд многих взрослых серьёзных людей в театре, служит той детской вере в чудеса, которая существует в каждом из нас, независимо от возраста. Какая-то неистребимая потребность увидеть жизнь преображённой, освещённой особым ярким светом, эта потребность как магнитом тянет людей в зрительный зал. Очевидно, мы все хотим увидеть там что-то, помимо того, что видим каждый день, и про себя самих узнать нечто, чего ещё не знаем. Может быть, театр и правда обладает даром что-то разгадывать, а то и предугадывать? – Я-то думаю, что театр скорее будет. Я думаю, что театр – это такое место, где люди обязательно должны чувствовать. Он рассказывает истории, но эту историю мы вполне в состоянии прочитать в книге. Этого будет достаточно. Ты сюда приходишь в театр для того, чтобы тебе историю рассказали так, чтобы тебя проняло, чтобы тебя, не знаю, мороз по коже, чтобы ты заволновался, чтобы ты поранился, не знаю, что-то передумал, что-то, чего-то испугался, может быть, простил кого-то, а может быть, наоборот, получил какую-то, не знаю, такую дозу какую-то лечебную, чего-то художественного, что тебя способно утешить. И если люди в театре не чувствуют, мне кажется, он теряет всякий-всякий смысл. Поэтому я как раз думаю, что люди приходят для того, чтобы стать здесь чуть человечнее, не знаю, чуть воодушевлённее, что ли. Это такое место, где происходит, ну, может быть, воспитание чувств. Но сегодня мы решили говорить не об актёрской судьбе Ларисы Охишевой. Свою одну, но пламенную страсть к театру она передаёт молодым ребятам, которые пришли на занятия в организованную ею пять лет назад театральную студию Молодёжного культурного центра Томского политехнического университета. В коллективе студенты политехники и молодёжь по своей профессии далёкая от театрального искусства. Объединить их своей увлечённостью, знаниями, интеллектом, творческим азартом, ну и, конечно, фантазией была совсем непростая задача для Ларисы. Не знаю, какое название для своей студии дадут её участники, но в нашей программе мы назвали её «Вдохновение». Быть может, это не вызовет возражений. Сегодня я, конечно, в гриме, но это не мешает мне сказать хорошие слова о моём театре. Цель вообще нашей театральной студии – это не научить человека актёрскому мастерству, и чтобы человек поступил в театр и там дальше развивался. А научить быть человеком и через спектакль, через театр, через вот эти все рассуждения впитать в себя лучшие человеческие качества, которые вообще были придуманы самим человеком, но которые иногда мы о них забываем, утрачиваем. И даже играя постоянно разных людей, которые сегодня я, например, в гриме, я впитываю от них тоже лучшие качества, изучая их, изучая их биографию, изучая их личные качества, о том, что они привнесли в нашу науку, культуру и так далее. То есть театр делает нас человеком. Я в театре с самого начала, то есть уже более пяти лет. И могу сказать, что тот человек, который вкусил вот это вот удивительное удовольствие, когда ты можешь сказать то, что тебя беспокоит, и то, что тебя тревожит зрителю, и получить от него в ответ какие-то эмоции, это, конечно, наверное, самое большое удовольствие, которое можно получить в жизни. Я хожу всего год в студию, и занятия в студии заставляют голову работать лучше и видеть вокруг себя прекрасное. Мне кажется, что прекрасное вокруг лучше видят люди, которые готовы миру открыться, потому что жизнь открывается навстречу тебе тогда. И, наверное, это главное, чему я хочу ребят научить. Поэтому я беру в студию всех. Я не провожу никакого кастинга. Я беру ребят для того, чтобы научить их посредством упражнений наших актерских жить в захлеб, понять самих себя, попытаться довериться друг другу вот этой компании из 15-20 человек, а значит, потом и гораздо более широкой компанией людей. Я хочу научить их тоньше чувствовать, а значит, понимать, что чувствуют другие, и бережно, и как-то нежно относиться к этим чувствам. Театр здесь нам помощник, но у меня нет задачи сделать из них артистов. Пусть они будут такими наполненными, чуткими, чуть с более тонкой кожей людьми, но воспринимающими этот мир гораздо более ярко, тонко, реагирующими на него, а значит, более живыми и, наверное, более счастливыми от этого. Занятия в студии, мне кажется, дают ощущение счастья, наверное. Когда ты сюда приходишь, ты освобождаешься от рутины, которая постоянно в нашей жизни происходит, и чувствуешь себя счастливым, окунаешься в детство полностью, погружаешься, в общем, с головой. Это как воронка для купальщика. То есть один раз нырнул, и все. Ну, мы действительно учимся актерскому мастерству, играя. Ну, это вот такая веселая наука, и все упражнения, которые существуют, они такие сродни игры, поэтому люди раскрепощаются и чувствуют себя, ну да, почти детьми, и вот так, играя, чему-то обучаются. Но когда мы выбираем материал для работы со студентами, драматургию, или, может быть, какие-то там прозаические куски или рассказы, конечно, прежде всего, я стараюсь взять произведения, где были бы герои, похожие на моих студентов, ну, хотя бы возрастом, пусть они там в других обстоятельствах выросли, какой-то там другой социальный статус, имеют в другом времени, живут, но это важно, вот это ощущение возраста, это дает им возможность лучше понять героев. Это то, с чего в театральном институте начинают, называется «Я в предлагаемых обстоятельствах». Поэтому, конечно, может быть, самые удачные работы у ребят, театральные работы, связанные именно с такими ролями, как, например, вот в спектакле «Завтра была война», где они играют школьников, почти ровесников, другое дело, что живущих в предвоенное время. «Я это, не понял, я себе не принадлежу, обращаясь к тебе как к другу, у тебя это, неприятности какие-то?» «Да». «Так, так может, помощь нужна? Я же помогу». «Ну, какая помощь, ну? Да женщине может помочь только слепой случай или смерть?» «Может, морду кому-нибудь набить надо? Ты скажи, Зина, я же пойду, я набью». «Я сама справлюсь со своим пороком». «С каким пороком?» «Понимаешь ли, Артём, я не свободна. Ну, мне не нравится этот человек. Я даже ненавижу его, но я дала слово». «А этот человек, случайно, не Юрка из десятого?» «Юрка? Да Юрка, это было бы так просто. Нет, Артём, это не он». «Ну, а кто тогда?» «Это никому не скажешь. Никому-никому. Понимаешь, Артём, это такая тайна, что если ты меня сейчас выдашь, я утоплюсь». «Зина, я же вообще не трепло, ты же сама справлюсь». знаю. Это взрослый человек, Артём. Он женат и уже бросил ради меня двоих детей. Ну, то есть одного. Второй еще не родился. «Так ты же еще маленькая, вы...» «Ну, а что делать? Что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Ни за что не пойду. Но пока мы с тобой будем, ну, как будто просто товарищи, понимаешь? Пока. Так мы и так с тобой просто товарищи. Ну, я поздно разобрала ситуацию, если хочешь знать. Но пока будет так. Понимаешь, пока. А знаешь, а ты маме моей очень понравилась. Правда? Да. У тебя замечательная мама, правда? Я в нее сразу влюбилась. Я быстро влюбляюсь. В театральной студии занимаюсь чуть больше двух лет, очень нравится. Получаю только положительные эмоции, изучаю что-то новое, новые какие-то актерские качества, то, чем я дальше буду пользоваться в жизни и чему смогу научить других людей. Я прихожу сюда, потому что здесь я чувствую себя свободным. Мне здесь хорошо, здесь занимаются со мной замечательные люди. Мне очень нравится с ними общаться и изучать актерское мастерство. Это такая прекрасная наука. Мне кажется, она такая легкая, но такую глубину дарит тебе самому. ты по чуть-чуть, по чуть-чуть отпуская свои какие-то комплексы, свои зажимы, уходишь внутрь себя так глубоко и столько там обнаруживаешь неожиданного. Эти упражнения, которые помогают ребятам раскрепоститься, снять эти зажимы, они часто бывают такими коллективными, массовыми. Театр, к счастью, коллективное искусство. И знаете, вот это удивительное дело. Иногда можно дать простое задание, но когда 15-20 человек сосредоточенно делают что-то одно, работая на одну задачу, со стороны даже непонятно, что люди делают, но это, когда каждый сосредоточен и когда они чувствуют себя еще вместе коллективом, таким, как стая рыб, это просто завораживает, на это можно очень долго смотреть. И вот наблюдая за этими упражнениями, мне пришла в этом году такая идея создать целый спектакль, пусть небольшой, который будет полностью построен на актерских вот этих тренингах. Они такие разные, эти упражнения, они такие неожиданные бывают. Поэтому я придумала основу, литературную основу, на которую я могла эти упражнения нанизать, и вот взяла на себя такую ответственность, создала этот спектакль, у нас называется «Путешествие как лекарство». Я очень много раз боялась, пока мы это все репетировали, сомневалась, не напрасно ли я вообще встала на этот путь. Ребята идут за мной, а ответственность все равно на мне. Я несколько раз, честно говорю, хотела извиниться перед ними и бросить, сказать, стоп, машина, ничего не получилось. Но я так рада, что мы дошли до конца, и когда вышли на сцену, и вдруг в какой-то день, когда появилась музыка, когда вдруг оно, вот эти какие-то пазлы сложилось, и вот это вот завораживающее действие, я его увидела сама. Я, которая до дыр в глазах уже насмотрелась на это, я стала получать от этого удовольствие. Я видела, как они получают удовольствие. Я поняла, что все получается, потому что зрители, которые увидят это впервые, наверняка тоже удовольствие свое получат. Мы им дали возможность, зрителям после спектакля, пойти и попробовать, поделать с нами эти упражнения. Рассчитывали, что человек 15-20 откликнется и пойдет на сцену. Но когда мы увидели, что люди там 50-60 человек на сцене, уже столько же человек стоят возле сцены, чтобы своей очереди дождаться, просто чтобы походить с палками, потренироваться с табуретками, не знаю, вместе похлопать в ладоши, это удивительно. Люди отложили свои, не знаю, айпады, телефоны, и вдруг простым делом, коллективным увлеклись. Наше актерское дело предполагает какую-то всегда остроту восприятия, готовность к какой-то импровизации, реакцию именно на то, что сейчас, в данную секунду, говорит и делает партнер. Ну мало ли что-то изменилось. Ты должен адекватно реагировать. Не так, как ты репетировал там тысячу раз, а именно так, как надо сейчас. Мне так нравится, когда ребята готовы откликнуться на какой-то эксперимент, сделать то, что они не делали никогда. Вот когда приехало телевидение снимать какие-то кусочки спектакля и попросили сыграть кусочек не в рамках спектакля, не на сцене, не в декорациях, а просто на лестнице, на проходной лестнице в нашем культурном центре, они даже не задумываясь на это пошли. Хотя это совсем другая специфика, это такой другой способ существования, это необходимость говорить, как в жизни совсем, без всякой подачи, потому что зритель не где-то, зритель вот он в метре от тебя, еще и камера, которая тебе смотрит прямо в лицо. Это необходимость повторять свой текст, какие-то фразы по нескольку раз, не теряя вот этой живости. Это необходимость разговаривать иногда не с партнером, а с камерой, которая за партнера. Ну, такие, какие-то уже варианты киношного какого-то существования, но они легко на это пошли. Это Сергей Есенин. Мировецкий поэт. Ты знаешь, Саша, я не представляла, что можно найти такие простые слова и рассказать целую человеческую историю. Вот послушаем. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали, в первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Нравится? Нравится. Почему ты улыбаешься? Нет, если ты не согласен со мной, то спорь и отстаивай свою точку зрения. Меня и твоя точка зрения устраивает. Саша, ну это не по-товарищески. Ты хитришь с помески. Ты стал ужасно хитрый человек. Я? Да я не хитрый. Я смеюсь от того, что мне хорошо. Отчего это тебе хорошо? Да не знаю. Хорошо и все. Да, Саша, у Есенина, конечно, какие-то волшебные стихи. Вот когда читаешь их, ты не только как будто видишь то, о чем пишет автор, но и чувствуешь и сопереживаешь героями. Слушай, ты не обидишься, если я... Что? Да нет, ты обидишься. Саш, да я не обижусь, говори. Давай поцелуемся. Давай. Саша, скажи мне, у тебя бьется сердце? Давай еще раз. Нет. Понимаешь, со мной что-то происходит. Мне нужно подумать. Пока, Саша. Театр помог мне найти себя и выразить, наверное, все грани характера, которые существуют. Это очень здорово, потому что в своей профессиональной сфере этого нет, не было и быть не может. А здесь, наверное, эти занятия помогают оставаться человеком, причем с большой буквы, помогать выразить свои какие-то отношения к жизни, к происходящему и донести до людей себя и свою энергию. Это очень здорово. Театральная студия это машина времени, которая дает нам путешествовать в те времена, когда жили наши предки, почувствовать те эмоции, которыми они жили, немножко побыть ими, побыть своими родителями, побыть своими прадедами в некоторых случаях и дает возможность осознать всю глубину этих переживаний и этих чувств и дает возможность донести тем людям, которые живут сейчас, то, чем жили наши предки. Бывает, что на репетициях мы слишком много работаем, выкладываемся и кажется, что у нас что-то не получается, но когда мы выходим на сцену, когда мы выходим со спектаклем, мы получаем энергию от зала и ее так много, что хватает, наверное, на год целой жизни. Энергия – это очень-очень важная для артиста вещь. Если ты не принес с собой, если ты не наполнен энергией, тебе нечего в зал отдать. Люди-то за словами ничего нет, люди ничего не почувствуют. Поэтому это наша такая непростая задача все время наполнять себя. И надо сказать, что это такое достаточно затратное дело, потому что одно дело, когда репетируют небольшими кусками, а другое дело, когда спектакль уже близится к премьере, когда идут прогоны, час-два, часа действия на сцене, когда люди очень наполнены. В зал плещут эту энергию, а зал еще пустой. И им ничего не дают взамен, некому дать, пока зритель еще не пришел. И ты каждый раз, приходя на следующую репетицию, должен где-то наполнить себя заново и заново. Это большая работа, я хочу сказать. И одно дело наполняться этой энергией, этой верой, этими эмоциями, когда ты играешь про то, что хорошо знакомо тебе. А когда тебе нужно поверить в то, что тебя никогда не касалось, например, в какую-то трагическую ситуацию, это еще сложнее. И здесь мы уже можем говорить о каком-то актерском мастерстве. Младшие могут идти по домам, а старшие проводят в последний путь трагически погибшую ученицу девятого Б-класса Викторию Люберецкую. Не было ни криков, ни гомона. Старшие классы шли молча. Прохожие останавливались и долго смотрели вслед странной процессии без оркестра и рыданий, без родственников и почти без взрослых. Мы прошли через весь город до окраинного кладбища. Товарищи, парни и девчата, смотрите, во все глаза смотрите на вашу подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить, на всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок, но убивает дурное слово и скверное дело, убивает трусость и потлость, убивает равнодушие и казенщины. запомните это, ребята, на всю жизнь запомните. До свидания, друг мой! До свидания! Милый мой, ты у меня в груди, предназначенные расставания обещают встречу впереди. До свидания, друг мой! Без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей, в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей! Искра громко на все кладбище кричала последние есенинские строчки. Слезы вместе с дождем текли по ее лицу, но она ничего не чувствовала. Ничего, кроме боли, ноющей, высасывающей боли в сердце. А потом мы стали расходиться, и только Артем с Жоркой еще долго копались, сажая кус шиповника с большими красными ягодами. Умение людей слушать и слышать – это ли не талант? Минуты абсолютной тишины и полного душевного слияния зрителей в зале и актеров на сцене – это те мгновения, ради которых ходят и будут ходить в театр. Это потребность людей друг в друге. Это откровение, сочувствие. быть может очищение, наконец прозрение, которое приносит театр. – это очень потрясающее эмоциональное произведение, которое ребята сыграли очень профессионально. Масса эмоций. Слова не нужны, наверное, все написано на лице. Замечательный спектакль просто до глубины души тронул. Спасибо большое за это. Каждый влюблял себя, каждый актер, наверное, влюблял по-своему. И вот в конце этого добило. Мы все-таки думали, в каком году это все происходило. Понятно, что около военное время, когда сказали, что все будет хорошо, а на следующий год не вступил 41-й. Тут уже, наверное, всех зрителей добило. спасибо большое, стоит только остаться хруппы. Спасибо. Тут играли очень хорошие актеры, даже где-то пять раз чуть не заплакал, очень душевные ументы были. Знакомые песни, знакомая атмосфера вообще, прям такая хорошая, душевная. Прекрасные актеры, состав, история просто за душу трогает. Я очень благодарен за то, что сегодня это было. Что дает студия? Дает гармонию, мощный прилив сил, ощущение радости, счастья. Конечно, в этом большая заслуга Ларисы Петровны Локишевой. Она для нас, можно сказать, даже как огонек, а мы, как мотыльки, тянемся к ней, летим и хотим все больше и больше новых знаний, разговоров об искусстве, театральном разговоров, просто о жизни. Спектакли, конечно, это очень важная часть жизни нашей студии. Но вы же понимаете, что мы не репертуарный театр, и мы не можем играть, даже каждую неделю мы играем всего несколько раз в год. Может быть, пять, шесть раз это от силы в год. И, конечно, основная жизнь студии проходит где-то в репетиционном процессе. Но не только. Я хочу сказать, что мы очень любим собираться вместе, просто быть вместе. Мы интересны друг другу. Я это очень-очень ценю. Потому что они люди другого поколения, совсем другого. Но они такие прекрасные. Это так, не знаю, подпитывает мою веру в будущее, в принципе. Мне это вот важно видеть, что растут другие люди более умные, более чистые, тонкие, очень душевные и очень талантливые. Поэтому мы ходим вместе на спектакли в другие театры. В другие, как будто наш тоже в театры. Мы смотрим вместе кино, мы обязательно обсуждаем, мы учимся формулировать собственное мнение, чтобы это не оставалось на уровне нравится-не нравится. Мы учимся алгеброй, гармонию иногда поверять, раскладывать на составляющие тот же спектакль, чтобы понимать вообще процесс лучше. Мы обсуждать можем, не знаю, статьи, мы можем обсуждать какой-то рассказ или книгу, мы говорим о поэзии, да иногда просто, ну, просто о счастье. Я хочу вам прочитать одну новеллу короткую, ее написал Людвиг Ашкеназин, называется «Очередь за счастьем». Я очень хочу, чтобы мы ее обсудили. В одном городке, да, это было в Испании, люди терпеливо стояли в очереди за счастье. Счастье отпускали в кулечках, взвешенных заранее, в маленьких фунтиках из целлофана с надписью «Филицитаз». В каждом фунтике было стеклышко с радугой, пряник, пучок душистой травки, монетка и по одному молочному зубу. Словом, сто граммов счастья. Некоторые стояли в очереди с самого рождения. Иногда то одна, то другая из женщин, дожидавшихся счастья, говорили соседям «Будьте добры, я стою за вами или перед вами. Я сейчас вернусь, я только сбегаю за хлебом или отлучусь на свадьбу или мне надо на похороны. Не забудьте, я стою за вами». И шла на берег, чтобы прилечь у моря, где волны днем и ночью омывают гальку и пена нежно гладила ее уставшие ступни. И женщина говорила про себя «Если бы не участь за счастьем, я была бы совсем счастлива». «Когда наблюдаешь за этими молодыми людьми, то еще и еще раз понимаешь, как необходимо найти то главное дело, которому будешь безгранично предан, будь то твоя профессия или увлечение, где порой и стираются грани и становится очевидным только одно. В жизни каждый должен сделать свой выбор». «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя». «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе». «Каждый выбирает по себе щиты, латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе». «Каждый выбирает для себя». «Выбираю тоже, Как умею, ни к кому претензий не имею, каждый выбирает для себя. Субтитры создавал DimaTorzok